Ну что ж, друзья, сегодня я поеду на SkyRadio на эфир, не знаю, в таком образе или в другом, узнаю, а вот дело, попытаюсь снять для вас небольшой видеоблог, как это все происходило, и там, чтобы вы с вами посмотреть не только со стороны слушателя эфира, но и изнутри. Всем позитивного дня, мы сразу на газик с вами, едем на SkyRadio. Ну что ж, отправились на SkyRadio, на эфир двухчасовой, надеюсь, будет интересно для вас, для нас, я уже в пути, погодка сегодня такая, не заказ, но что же делать, все-таки очень надеюсь, что сегодня будет все очень на позитиве, SkyRadio, радио как небо, я иду с заряженным, хорошим настроением, чтобы зарядить вас, вот вас. Ну что ж, друзья, не знаю, как там со звуком, на улице очень шумно, стройка, ну, так находится офис радиостанции, что ж поделаешь, ну, вы же понимаете, самое главное правило, которое я сам изобрел, сам в нем поверил, что хорошее настроение само себя не поднимет, поэтому, что мы делаем, идем поднимать хорошее настроение, как-то говоря, надеюсь, со звуком все в порядке, если нет, то... В чем фишка всего сегодняшнего действия? Сегодня я хочу представить на суд радиослушателей эксклюзивную премьеру моей песни «Кто есть и не мы», которую мы долго-долго делали, и я пока не выкладываю ее в сеть, исполняю на мероприятиях, на концертах, Сегодня первый раз она в финальном звуке, который сделали нам вот такие, не вот эти люди, которые сейчас шумят на дороге, а вот такие профессионалы, которые делали и песню «Орлы или вороны», и много других песен, Григорию Лепсу, вот так же сделали мне песню по звуку «Кто есть и не мы», сегодня эксклюзивно, я надеюсь, она прозвучит на «Скайраде», а вы послушаете, и она попадет вам в сердечки, я уверен, любовь, тут точно не будет записан хорошо звук, но хочу сказать одно, вот смотрите, сейчас 16 ноября, что бахает музыка какая-то, а уже видите, уже стоит елка, елка новогодняя, так я же понимаю, что, как бы, сопровождение музыки, что праздничное настроение само себя должно как-то преподнести, но мне кажется, слишком рано. Вот тут происходит абсолютно создание контента, вот эти замечательные люди, и вот за светом тоже, вот засветченная, прекрасная, да, вот танцующие человечки, мы находимся на «Радио Скай», я же вам обещал сделать небольшой видеоролик о том, как я пошел на радиостанцию, и я же, конечно, это все классно смонтирую, будет веселая музыка, и вам будет позитивно смотреть, и вы поставите лайк, а кто не поставит лайк, у того не будут сиськи расти больше никогда. Не будет стоять пиписка, и не будут расти сиськи, а? Представляете, это говорят они, а не я. Украли мой контент изо рта. Чтобы почувствовать себя президентом всего радиоэфира, нужно поставить сразу себе все микрофоны в студии. Вы думаете, я жаден, а не просто я люблю поддить. Такое слово можно говорить, потому что мы еще пока не в эфире. У нас в гостях разумный Денис, также известен как Дик, российский исполнитель, автор и композитор очень известных песен, ты точно их знаешь, это песни Фадеева и Лепса, Анли или Ворона, это песня Дмитрия Малекова, как вы думаете о тебе? И песня Олега Мариани. Какая быстренько читай. Пускай меня. Не отпускай. Добрый вечер, друзья, я в лес здесь пока не объявляю, извините. Продолжай. Продолжай. Оля пропустила песню Стаса Михайлова, от сердца к сердцу, она ведь прямо самая... Ну ты знаешь, песня продержалась в хит-параде радиостанции, о которой мы не будем говорить, поскольку мы находимся на другой, но она была на первом месте практически целый год. А тебя это у нас не беспокоило? Такой компрометирующий вопрос, прям сразу. Да. Я вот сейчас просто решил, что для Клиэра нужно под конец съесть. Да, вы пили. Вот это так. Нет, просто очень влияет. У меня на Дико будет чего-нибудь. Почему все вверх? Потому что у нас в гостях Дик. Он же разумный. Ты еще, я Денис. Денис разумный. Денис разумный Дик, да. Дениска, почему ты Дик, расскажи нам. Какую из версий тебе смешную, настоящую, или какую я могу придумать прямо сейчас импровизационную? Давай все сразу. Все сразу. Дик – это, ну скажем так, собирательный образ, это сокращение. Могут подозрить это имя, отчество, правили, как была такая версия. Нет, неправильно. Кто-то очень умный предположил такую версию. Кто-то, не буду показывать пальцы. Мы подумаем как раз таки то самое, то, что в эфире нельзя произносить. Ты знаешь, это на самом деле очень банально, это Денис и компания. То есть я всегда делаю музыку, не один. И я подчеркиваю, что со мной бывают либо в студии это музыканты, на сцене это бывает, либо там танцоры, либо тоже музыканты. За эфиром всегда есть люди, кто рядом. То есть это компания людей, кто со мной. И очень нам понравилась, конечно, эта двусмысленность прекраснейшая. О том, что люди, которые хотят это услышать и увидеть, они, конечно же, увидят и услышат. И когда пришло время писать песни с моим другом, коллегой и Олегом Шоумаровым, серьезные, взрослые, на взрослой аудитории, там, и Стасу Михайлову, и Максу Фадееву, мы написали больше там 10 песен в продюсерский центр «Мальфа». И, ну, когда Григорий Лепс, такие взрослые, серьезные песни, и как-то подписывать «Диком», было бы, да, да, было как-то, было нечестно. Поэтому мы решили, мы, это три из меня, три человека внутри меня, решили, что вот такой проект «Дик» в формате «Дика» больше будет на Запад. Я там с западными артистами делаю какие-то коллаборации, дуэты, и… Что у нас это будет слишком «Дико». Да, у нас это будет очень «Дико», потому что не каждая радиостанция может позволить себе в эфире это сказать, потому что начинают краснеть и думают, что это про письку. Нет, это не про письку, но начинают, типа, «А вы в курсе, что эта песня не пойдет в эфир только потому, что название такое?» Я говорю, вот что, это у вас в голове проблема, ну, как бы вам нужно, там, не знаю, с подружкой съездить в ресторан, расслабиться, а потом, может, не будет проблем таких. Или там, с другом занесемся с девочкой, или мальчиком, ну, или какая там… Или с тем и с тем. Не с тем, может, вообще просто, да. Вы глубоко находитесь, да. Да, глубоко. В общем-то, так это протянуло слово. Вот. И поэтому «Денис Разумный» – это мой творческий псевдоним, который еще со школы. Я, заканчивая институт в своем городе, Самара, я работал четыре года диск-жокеем по клубах, крутил пластинки. И у меня был еще тогда никнейм «Денис Разумный» – «Диджей Разумный». То есть, вот как-то и группа «Разум» была у меня первой попытки сделать какую-то музыку, там, с самарской прекрасной исполнительницей, с девочкой мы делали дуэт. И она называлась группа «Разумный». Я был «Денис Разумный». И вот оно вот так вот приросло, и поэтому вот у меня такие альтер-рега внутри меня. «Дик» – это такой бунтарь, который может выйти на сцену с плеткой и сорвать с кого-то штаны и отшлепать. А «Денис Разумный» – это тот человек, который может выйти на государственный концерт в пиджачке и сказать «Ребята, я написал песню от сердца к сердцу, и сейчас я вам исполню прекрасную душевную балладу, и там бабушки давай рыдать направо на лево». А у тебя бывает такое, что во время полнолуния ты превращаешься из «Разумного» в «Дикого». У меня бывает более смешная история. Вот совершенно недавно я был как раз, я понимаю, к чему ты начала вопрос. Бунтарус был концерт очень официальный, то есть это был концертный зал, это были бабушки с начёсами, всё как положено. То есть я исполнил очень форматные, серьёзные, трогательные песни, они там плакали, раскачивали зал, а потом было какое-то автопатия именно в этом же зале. Ну типа банкет, и там какие-то бабушки остались, там подбухнуть, подъесть, там вечеринка для бабушек. Так на этом, там как раз начали срываться маски, и там начали включать песню «Подруга» постоянно. Типа каждый подходил к диджею, заказывал песню «Подруга», намекая типа «А вот Косичка среди нас есть «Дик» и у него хит «Подруга». И бабушки так отжигали, что уж прям они вспомнили всю свою молодость, мне кажется. Бузную, наверное. Наверное, потому что бабушки, наверное, ещё похлеще друг друга там отшлёпывают иногда. Я думаю, что это мне надо ещё поучиться. Это сейчас эти бабушки все. В их время-то они просто делали не афишируя, мы можем себе позволить сказать про Иську что-нибудь. Скажи, ну расскажи, что ты нам можешь про неё рассказать, что ты знаешь, чего не знаем мы. Да я думаю, что каждый додумает сам всё, что хочет узнать. В гостях Денис Разумный, автор-исполнитель композиции своих и чужих песен. Ну, только нет, они тоже мои. Автор своих, но исполняет... Для других. Да, для других чужих. Знаешь, я написал чужую песню, то что я написал «Антошку-Антошку, пойдём копать». Картошку? Да. Пойдём копать немножко. Да. Нет, в смысле ты автор песен. Макс Фадеев и Лепса «Орлы или вороны». Так, сейчас было бы очень интересно, едет в машине Максим Александрович Фадеев и его представляет. Максим Лепс. Максим Лепс. То есть ты немножко сократил. Григорий Фадеев. Да, Григорий Фадеев. Да, это так. Вот ты, получается, автор их трека очень известный. Ты автор трека Маликова «Как не думать о тебе». Ещё там есть песни, у Димы Маликова есть песни, которые ещё, которые я написал, и у Максима Александровича Фадеева. И у него, у его продюсерского центра есть песни, которые мы написали, с Олегом Шумаровым, Стас Михайлов, Диана Гурцкая, с Андреем Державиным сейчас делаем материал. Каково это, скажи мне, вот что они такие известные, песни топовые, а все сверки им достаются, получается, от этих треков. Такова жизнь, вы знаете, я рос на музыке некоторых направлений, да, я слушал Ютюминду, я слушал Мигму, Ходиджи, там, ещё что-то, и слушал музыку Макс Фадеева. Для меня этот человек был очень авторитетен и очень, очень серьёзный музыкант. Когда так сошлись пути, что мы с Олегом Шумаровым написали песню для него, и мне кажется, это просто такой, очень серьёзный для меня, как для творческой единицы, этап, ступень, лестница. Получил ли я из-за этого Бентли? Нет, не получил. Но это серьёзный, это заявка, это визитная карточка. Это очень крутая карточка. Теперь ты приходишь, тебя могут не знать в лицо, тебя могут не знать никак. Ты говоришь, ну, ребята, вот посмотрите, я написал такие песни, говорю, а, отлично. Дальше идём дальше, получается, по-другому. Может быть, мне не хватило этих амбиций, поэтому я решу ещё что-то. Мне всегда скучно делать долго одно и то же, поэтому мне хочется развиваться. И я считаю, что во мне очень много того, что я хочу сказать людям, публике, поэтому вот я не останавливаюсь в своей собственной артистической, творческой жизни и пишу много новых песен. И если разбирать песни Орду Георгиев, которую исполнил Максим Фрадеев и Григорий Олег, я там написал слова, музыку написал Олег Шумаров. Причём такая интернациональная песня, слова я написал в Афинах. У меня там была просто зашкварная ситуация в любовном вопросе, там просто драма-драм, поэтому они пришли слова сразу просто. У Олега была такая же ситуация, он был на острове Бали, и он там упал с мотоцикла, у него же такая травма и физическая, и душевная, и он вот этот проливной ливень написал эту мелодию, прислал мне, говорит, вот на твои слова, вот так вот оно вот пришло и всё. Я говорю, блин, просто офигенно, оно просто срослось, понимаете, как... Ильдин Янь. Да, как Ильдин Янь. Друзья? Да, мы очень дружим с ним, вообще-то мой музыкальный братик, значит, мне захотелось сделать песню в таком же направлении, но свою, и пошло-поехало. Я написал Дэвику, показал человеку, с кем я сейчас очень тоже много работаю, дружусь, делаем очень много всего, Андрей Держан, который вы знаете по песне «Не плачь, Алиса», тоже мой, еще один мой творческий братик, сейчас он на гастролях, но я думаю, что я его записи покажу, Андрей, я тебе это покажу. И вот он мне сказал, Дэн, эту песню, а я ему говорю, Андрей, может быть, продать, может быть, что-то, что-то там, может быть, деньги надо. Он говорит, нет, Дэн, эта песня твоя, вот давай её тебе, вот всё, забудь. Ты вот продашь эти деньги, ты проешь, они будут откончиться, и ничего не останется, хватит, сделай для себя такую песню, которая будет песней-песней, прям большая. Он полностью взялся на себя продюсированием, заниматься именно песней, он сделал гармонию, просто которой можно гордиться. То есть там абсолютно для музыкантов, которые разбираются в этом, не повторяется ни одно сочетание гармонических рисунков. В куплетах припевах, то есть это песня по музыкантским делам, там, на уровне классических музыкальных композиторов, да. Бэк-вокал мне спела Ольга Дзусова, прекраснейшая бэк-вокалистка, которая, классический бэк-вокал певицы Линды и Максима Фадеева в классические альбомы, там, которые были, все знают этот тембр. Михаил Кувшинов помогал, саунд-продюсер, певицы Линды, да, потом сводилось это все на студии у Саши Льва, который как раз и сводил песню «Орлы или вороны», это студия Григория Лепса, чуть-чуть промахнулась, вот на полшишечки промахнулась. У другого человека в «Крокс Сити» делали очень долго, этот человек знает толк в таких песнях, он знает толк в песнях широкого штриха, эта песня такая, которая вот берет за душу и выворачивает. Кстати, сегодня она впервые прозвучит в готовом виде в радиоэфире. Скажи, пожалуйста, как ты вообще решил начать заняться музыкой и как давно в ней занимаешься? Я решил заняться музыкой еще со времен школы. В школьные времена мне пророчили какую-то умную карьеру, потому что у меня были очень большие успехи в физике, в математике, я учился в физмате, у меня были одни пятерки, но вот как-то вот что-то вот у меня душа куда-то не лежала. Тогда еще были какие-то очень примитивные первые музыкальные программы, у меня какой-то там друг делал на каких-то сэмплерах, это еще было просто примитив-примитивом. И как-то мы сделали какие-то песни, я сделал песню дома, и как вы уже поняли, люблю провоцировать. И моя первая провокация была, я написал какой-то совершенно идиотский трек, который назывался «Ударь лопатой по дерьмо», он назывался, это сломатское, да? Она прям так и называлась, там была одна фраза. Это очень похоже на песню какой-то пантовской группы. Это было такой, знаешь, в тот период был увлечение группой Продиджи, это вот было такое вот типа «Ага, я тоже так могу, да». А в Самаре, в том городе, где я на тот момент жил, была на местной радиостанции программа типа «Принеси свою песню, мы ее покрутим в эфире». Я думал, ну окей, ладно, это еще было на аудиокассетах, нужно было туда-то на охрану занести, оставить и ждать. Чудо. И я занес, как нормальный человек, занес, оставил кассету подписанную, там что-то, я думаю, ну все. И в первый же эфир эту песню поставили в эфире, я думал, ничего себе. И я думаю, вот оно, это, наверное, мое. Я звезда. Да, и это началось, потом начались школьные приколюхи, когда мы начинали писать песни, у нас в школе были несколько задир в классе, ну такая компашка. И мы в лице меня, салон-продюсера этой компании, и всех задир этой компании делали песни. Следующий мой успех – это школьный хит, который назывался у нас, была девочка в школе, в классе такая, ну, скажем, хорошо училась и имела очень много прыщей. Вот такая. Ботаничка. Ботаничка, да. Ты такой беломанный по лицу. Нет, нет, нет. Господи, почему мы не познакомились раньше, столько идей, столько идей. Нет, все было проще, она называлась по ее имени и фамилии, ее звали Маренька Жукова, и она была такой хэппи-хардкор дурацкий, помните, был раньше, пим-пим-пим-пим, две эти нотки дурацкие. И еще до Крэйзи Фрога, это когда был хэппи-хардкор, это было хэппи-хардкор, это больше, господи, скутер, господи, это. И хэппи-хардкор, не гитарный, а хэппи-хардкор, это когда какой-нибудь дурацкий голосок, и такая самоиграйка. Ну, совершенно примитивная музыка, но дело в том, что эта песня зашла в масштабы школы, что ее в перемене люди переписывали с кассеты на кассету и слушали. Я такой понял, ого, ого, щупа-чупать, надо что-то туда. Начали потом делать в масштабах класса какие-то там вечеринки, дискотеки. Тогда я уже начал шокировать, когда у нас была очень серьезная классная руководительница, и я придумал сделать вечер переодеваний. Я поменял школу физико-математического направления на Академию культуры и искусства, включился на режиссера и пошел работать в ночной клуб диджеем. И вот пошла моя музыка, там мы начали делать уже песни группы, сначала она называлась «Грани» у меня в институте, там с институтскими девчонками, мальчишками, потом называлась группа «Разум», вот оттуда пошло все «Разумный», да. Да, тогда мне хотелось сделать такую серьезную интеллектуальную музыку, как Линда и Максим Фадеев, что-то вот такое странное, этническое, прикольное, когда я понял, что мою музыку вроде как кто-то слушает, а на концерт никто не приходит, я понял, блин, в институте что-то делаешь, не то. Надо возвращаться к провокации, к обычной поп-музыке, к поп-культуре, и вот я здесь. Вот я здесь. В принципе, это шоу-бизнес, это идея дарить людям праздник, дарить людям какой-то яркий красный. Удивлять, удивлять. Скоро главный праздник страны, Новый год. Вот он у тебя будет. А я люблю ощущение праздника, я дома в своей комнате не снимаю гирлянду вообще. У меня так оформлено. У меня тоже. У меня оформлены огонечки всякие, и вот когда мне грустненько вечером, я их просто включаю все, но я их не убираю, поэтому... Да, праздник, праздник я делаю. Ты приходишь в какой-нибудь такой погодой неприятной, на улице грязно, ветер, там кто-то тебя облил, кто-то где-то нагрубил, там в магазине что-то там тебе не додали, там хлеб черствый, сосиска невкусная, и ты приходишь, ты заходишь, а у тебя твой персональный праздник. Ты включил, и у тебя сразу настроение, оп, поднялось. Ну так получается, селедка под шубой, это отсылка к празднику 1 сентября, или может быть День независимости, какого же праздника. Я думаю, что это праздник водителя троллейбуса, нет? Да. Они столько праздники? Всемирный день, кто что не знал. Давайте я заберем. А ты что, пропустила? Блин. Ты не переодевалась? Я переодевалась, но не оба такие костюмы. То есть нужно одеть этот рога и ходить по улице. Нет, знаешь, вот это каждую пятницу, когда параллельно вложатся люди на землю, это они просто празднуют. Замечательно. Столько версий. Пожалуйста, люди, кто работают в Министерстве труда, послушайте этот эфир, введите праздник, День работника водителя троллейбуса. Представляете, что есть, и он сегодня на самом деле. Налейте, пожалуйста, виски. Виски для диски. Сказ о том, как Денис Дикович, разумный, дорогой, скайф. Ну, вообще-то я Александрович, потому что я, папа-то, знает. Папа гдит. Я оставил этот контент. А, что она тебе мешает? Нет, мне наоборот хорошо. Нет, главное, чтобы тебе не мешало. Нет, наоборот, хорошо у меня прям это... Идеально сложится. У меня помышленная пиздатость от этого. То есть не надо потом фильтры делать. Попышленная пиздатость, запомните. Ну, слушай, я вижу по картинке, что потом просто нужно нарезать, потому что у тебя сразу тончик, все хорошо лежит, не надо. То есть ты сидишь у тебя в микрофончике, у тебя свет. У тебя помышленная пиздатость. Люди, записывайте, записывайте, растаскивайте потом на цитаты. И запомните. А я запатентую, потом перебраться. Запомните, что... Цвета любви, так назывался предыдущий трек, а мы тут шоу за ширмой и нашим гостем Диком Разумным, Денисом Разумным. Что называй, как хочешь? Чи гоняем. Чи гоняем, да. А какой цвет у любви у меня сразу был способен? Мне кажется, радужный. Денис, какой? Мне кажется, каждый выбирает свой цвет. Например, цвет неба, как у вас радио, выбирают одно. Одни люди, да, там, не знаю. Хотя небо бывает эти серые, темные. Не знаю, любовь, мне кажется, даже быть яркого цвета. Красный. Это страсть, это уже когда уже прям срываешь одежду и прям... Это вот уже страсть. Розовая, такая нежная. Мне кажется, вот... Розовая вообще нежная, она прям будет штакой, ну как... Девчачья. Желтая. Золотая любовь. Желтая любовь, это когда собачка на снег пописывает. Не в мытищах. Это, мне кажется, собачка на снег пописывает, нет? Да, 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 в мытищах вот скоро через... Как это? Скоро во всех городах страны. Скоро во всех мытищах страны собачки пописывают на снег. Не, мне кажется, правильный ответ. Любовь имеет все цвета. Ну, во-первых, любовь такое чувство, гигантское. Это смысл жизни каждого человека. Поэтому как можно ей отдать один цвет? У нее разные поставки. Цвет, вот все цвета радуги у нее. Все. А сколько раз в жизни ты любила? Реально любила? Не так просто увлекался? Ну, ты знаешь, я, во-первых, очень такой старовер в этом вопросе. Я очень однолюб. То есть у меня меньше, чем пальцев на руке таких историй. Когда я прям вот безумный. Если я безумный, то я надолго и в одну историю. Вот вляпываюсь по уши, потом могу себя за это винить, корить, и еще как-то. Ну, вот так вот. У меня творчество, секс, и это и есть одно и то же. Творчество для меня это... Секс со слушателем. Так сказать, секс с ушами. Неправильно. Сейчас это раскрасите в другую грамму. Это все умение, в общем, да? Да, это все... Я не могу вычленить во что-то одно. Это все единое. Это процесс. Это процесс связанный. Вот если я влюблен в человека, в какого-то, да? Увлечен человеком. Это может быть близкий просто друг. Или это может быть близкий человек. Либо чья-то история меня настолько торкнула, зацепила. Кто-то мне рассказал там про то, что у него случилось. Но это случилось здесь, сейчас. Я так проникся, и вдруг у меня пошли какие-то образы, какие-то ощущения. Может быть, какая-то фраза. Как мы сегодня накинули несколько таких крылатых фраз на будущее, вдруг случайно импровизируя, да? Вдруг они действительно потом будут жить. Например, песня, которую мы чуть попозже послушаем, это вот как раз написанная по эмоциям, по живым абсолютно, которую я переживал, когда вот там стучался в дверь к одному человеку в сердце, а там все время закрыто. А он не хотел. Ты говоришь, не хочешь, не надо. Ты про этот трек? Да, да, про этот трек. Потому что мне показалось то, что я поймал себе на этом эмоции, на этом ощущении, и я подумал, что такое ощущение может быть очень похожим у других людей. Нет, на самом деле стоит, должен быть разумный баланс. Конечно же, не стоит прямо сразу уходить от двери, потому что вдруг человек в душе, а ты постучал разочек, такой, а, окей, ушел. А он там просто мылся, чтобы встретить тебя, да? Ну и тоже до 80 лет тоже не надо стучать в одну дверь, потому что ты можешь упустить свое. Не твое, значит. Поэтому добиваться нужно в разумных пределах. Разумный. Столько раз. Это тебе говорит Денис Разумный. Ты слышишь? Слушатель радио Sky. Хочу спросить про твой видеоклип «Freelapse». Я думаю, все понимают, о чем примерно может идти речь в этом клипе. А ты посмотрела, да? Я посмотрела, конечно. Что тебе больше понравилось? Мне понравился там твой напарник, диджей, немецкий, по-моему, да? Да, Джиз. Джиз, да. Клип очень провокационный, откровенный. Естественно. Сам его монтировал? Да, клип и монтировал сам, и снимали мы здесь в Москве со своими ребятами и актерами, и все мои друзья. И мы просто сделали такой видеоджиз. Пролетал специально сюда, в Москву. Мы снимали. Джиз очень-очень-очень талантливый музыкант, диджей из Германии. Он такой человек мира. Он очень востребован на больших рывах, которые популярны в Испании. Ну, то есть, вот такие там, типа, матиней или еще какие-то подобные большие рейвы. Мы сделали несколько треков, и вот такую песню мы сделали. Он приехал сюда. Ну, ну, свободная любовь. Про что песни? Про то, что... Свободная от чего? Любовь. От тараканов в голове. Потому что люди боятся чего-то и придумывают себе сложности, и сами же в них запутываются. Смысл текста очень простой. Каким бы ты ни был, черный или белый, высокий или низкий, толстый или тонкий, мальчик или девочка, главное в жизни – любовь. Потому что во имя любви мы живем. И самый главный посыл – лучше заниматься любовью, чем войной. Поэтому разделять людей по каким-то там вещам не надо. Об этой истории пели много людей, и нужно продолжать, чтобы люди услышали это до конца, ну, поняли, прочувствовали. Потому что иногда, ну, правда, люди просто в голове придумывают себе рамки, бордюры, стены, в которые сами упираются и потом страдают. Не УДВ. Не УДВ, да. Потому что, тем более, Джиз, он из Европы. Европа во многих вопросах толерантней, свободней. Вот, кстати, по поводу этого и хочется спросить. То есть в России вот как-то не готовы люди еще к таким высказываниям? Есть кто готов, есть кто... Россия очень большая. Она очень, она очень, скажем так, многонациональна. Она очень разно-конфессиональна. Конфессиональна. Есть ли что-то из твоих каких-то кейсов в таком же духе, но на российский рынок? Есть. У меня каждая... В каждой песне мне хочется людям положить хотя бы немножко понимание, что нужно не разделять, а объединять. Россия обязательно придет к общему знаменателю. Я не скажу, что вот мы сейчас такие раз откроем шампанское там в 2050 году и устроим тотальный... Макрональю. ...тотальный гей-парад от Владивостока до Москвы. Нет, я не об этом. О том, что просто меньше будут интересоваться что у чужого человека в кошельке, в голове и в постели. Когда больше свободы в голове и в обществе, тогда... Тогда люди свободнее. Знаете, как классно, когда ты идешь по европейской стране и люди не смотрят друг на друга с какой-то завистью и злобой, а они тебе улыбаются. Это такое счастье. А вот творчество, оно способно как-то вот эти границы убрать? Способно ли творчество... Творчество... ...как-то подвинуть людей ближе к свободе? К раскрепощению. Творчество и есть голос народа. Музыка... Я считаю, что музыка и поэзия, и кинематограф, и театр это язык невербальных людей. То есть, что люди ощущают, о том это и происходит. Через кино, через правильные фильмы, через правильную музыку можно посеять разумное зерно в головы людей следующего поколения. Денис, группа Army of Flowers назвала тебя своим младшим русским братом. Ну, давай напомню, кто это такая, это известные люди, которые, как раз, наверное, и начали раскрепощать нас, особенно наше советское общество. Я помню. Это люди, которые совершили сексуальную революцию в голове людей, не занимаясь с ними сексом. То есть, неудивительно, во-первых, группа Army of Flowers для меня это легенды, такие же на уровне, как группа ABBA, как и SOBASE. Это шведская классика поп-музыки, на которую стоит равняться. Это люди, которые совершенно разные в коллективе, но каждый из них уникален, каждый делает так много для музыки. В общем, Александр Барт, продюсер огромного количества музыкальных проектов, помимо Army of Flowers. И великое счастье, то, что мы с ними познакомились, подружились, и когда мы мерились творчеством, как смешно, да, эстер? Не верно. Когда ты дик. Да, когда Александр Барт у себя в Твиттере репостнул мои клипы на песню «Подруга». Возможно ли в наши дни сексуальная революция в поп-музыке, или этот стресс тематически исчерпан? Сексуальная революция никогда не закончится в музыке, потому что поколения меняются, поколения растут, просто она не может быть несколько раз такой же яркой. В мире она произошла, по-моему, в 60-е, когда появились хиппи, и когда начали курить, не будем говорить в эфире, что и просто заниматься любовью направо и налево, и понеслось. То есть люди начали выходить из своих внутренних оконов. То есть давайте заниматься сексом, а не чем-то. Вот и тогда все. Весь мир только занимался сексом. Но в Советском Союзе его не было. Давайте не будем забывать об этом. Да, откуда мы появились? Просто неинтересно. Наверное, КПСС принесли. Вы в капусте? А ты откуда? Нет, я на членах на членах собрания Политбюро рассмотрели мою помощь. На шпаге. Достаточно было. Можно было нахуй. Давай, да, давай на этом следующий вопрос. Очень смешно. Я есть во всех соцсетях. Инстаграм это Дик Мьюзик. Подписывайтесь. Д-И-К Мьюзик. Денис и компания. Напоминаем, что это Денис и компания. Ну, правильно. В ВКонтакте Денис Разумный, пожалуйста. На Фейсбуке Денис Разумный. Пишите. У меня все личные сообщения открыты. А мы светимся с счастьем, потому что у нас в гостях сегодня целых два часа на шоу за ширмой был Денис Разумный. Он же Дик. Да, спасибо большое. С вами очень легко, потому что, во-первых, мы на Радио Скай, мы на облачках, поэтому все пролетело очень прям как вот на суперсамолетике. Никакой турбулентности не было, никому не тошнило. Все было супер. Твой последний какой-то совет на путствие нашим слушателям? Любите друг друга, ищите во всем только хорошее и помните, настроение само себя никогда не поднимет. Поднимайте его себе и другим. Привет, друзья. Вот и прошел замечательный наш эфир на Радио Скай, заканчивая свой видеоблог. Кстати, смотрите, здесь такие классные люди. Они все такие позитивные, что просто пиздец. Там тоже классные люди. Этот человек ведет еще одну передачу очень провокационную. Там типа, знаете, что-то типа селедка под шубой, ты думаешь, это салат или вот. Я думаю, что мы там тоже побываем. спасибо всему коллективу радио. Не знаю, для проезда. Проезд у меня, конечно, ну, вы же понимаете, я же не Настя Явлеева, чтобы сделать видеоблог классный. Но вы же эфир послушали, вам же понравилось, лайкнули. Там, кстати, был конкурс, и если вы его выиграете, у вас будет призочек классный. И вот так вот Денис Разумный побывал на суперпоздоративском. Люблю каждого из вас целую в пупочек. Ну что, ребятки, опять я вернулся в королевство шума, дорог и всего из этого вытекающего. На мой взгляд, сегодня состоялся достаточно неплохой эфир на молодой радиостанции суток воняет дерьмо. Это, наверное, оттуда. На молодой радиостанции Radio Sky очень позитивные и приятные ребята, очень интересное общение, мне кажется, и у вас было гнище. Если вы не посмотрели, не послушали, обязательно сделайте это. Найдите в интернете. Там было очень все весело. Я испытал хорошие эмоции. Ну, круто. И еще что бы я хотел вам сказать, ребята. Если вы меня слышите, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал YouTube, Instagram и ВК. Когда мы подписаны, мы можем слышать друг друга чаще и больше. Для того, чтобы подписаться на канал на YouTube, который, кстати, совершенно недавно стал официальным, мне выдали галочку, нотку. Это очень круто. Нужно просто поставить внизу меточку, подписаться. В Instagram и DeepMusic тоже подписываемся, и мы будем ближе друг к другу. У-ху! Очень ветрено, не знаю, слышите вы меня или нет. Это видеоблог Дениса Разумного. Акадика для вас мои любимые котятки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова